Наш сегодняшний герой смотрит на нас с экранов. Это замечательный немецкий писатель, представитель современной литературы Гюнтерграсс. Человек, который не только прекрасно был знаком с нашей страной, замечательно переведен на русский язык, ну и приезжал в Россию. Мне даже посчастливилось быть с ним знакомой, поэтому я рассказываю эту лекцию с особенным чувством. Ну что же, крупнейший немецкий автор. Он вообще был противником всяческого надувания щек, и поэтому, думаю, такая визитная карточка ему бы пригодилась. Я прочту фрагментик из его стихотворения в переводе Вячеслава Куприянова. Стихотворение называется «Удостоверенное существование». Я его часть прочитаю. «Я есть». Должно же быть ему доказательство очевидное. Ну хотя бы это. Он курит. И вновь меня нет. И это тоже надо доказывать. От него остались пустоты, за которые уже некому каяться. Итак, принимаем. Я есть, и меня нет. «Зачем тогда эта трата слов, дымовые сигналы, фиксация фактов, за которые некто, кто должен быть мною, призван нести ответственность? Ибо все это имеет имя, влачит перед собой свой запах и достоверно отбрасывает тень. Вопросительный знак». Вот так вот заканчивается этот фрагмент стихотворения. Думаю, самому Грассу такая визитка бы вполне понравилась и подошла бы. Его имя появилось впервые на странице газет Западной Германии в 1955 году, когда он впервые опубликовал одно стихотворение и несколько рассказов. А вот с тех пор газеты писали о нем очень часто. Он читал свои стихи, читал свои абсурдные пьесы на собраниях группы 47, важнейшего объединения немецких писателей послевоенной поры, публиковал свои тексты отдельными сборничками. Настоящая слава пришла к нему в 1959 году. И так и сохранилась, закрепилась за ним благодаря не просто роману «Жестяной барабан», но и благодаря экранизации этого романа. Кадр из фильма вы сейчас как раз видите на экранах. Об этом произведении как минимум лет 10 не утихали всякого рода споры. Одни инстанции присуждали, говорят, что всевозможные премии литературные, другие инстанции не разрешали эти премии вручать. В 1965 году фашистствующая молодежь даже сожгла этот роман «Жестяной барабан» на книжном костре в Дюссельдорфе. В нашей стране нечто подобное было применено в начале 2000-х годов, как я помню, к книгам Владимира Сорокина. Грасса называли сочинителем свинств, это я цитирую, а сквернителем католической церкви ругали его и протестанты тоже, и федеральный канцлер Людвиг Эрхарт тоже высказывался против него. Одним словом, с Грассом всегда было связано много скандалов. Давайте посмотрим на этого человека, который долгое время считался чем-то вроде совести Германии. И это была очень важная фигура в общественной жизни страны. Попробуем немножко остановиться на отдельных элементах его биографии. Дело в том, что биографическое начало отчетливо отразилось в его произведениях, поэтому совсем проигнорировать его, наверное, было бы неверно. Итак, Грасс родился в 1927 году в городе, который вы сейчас видите на экранах. Это город тогда Данцик в 1927 году. В то время это был город-независимое государство, в основном немецкоязычное. Потом он вошел в историю как Гданск. Сначала, вообще говоря, его, это государство независимое, оккупировали немцы в 1939 году. Но после войны он отошел к Польше. Надо сказать также, что до конца Второй мировой войны и сам Грасс успел оказаться в гитлеровской армии. Он в 1945 году попал в американский плен, в общем-то, фактически мальчишкой. А вот после возвращения из плена работал в месте, которое, можно сказать, для писателя экзотическое. Так, пожалуй, сформулировал. Он был рабочим на калийных рудниках. Потом он был каменотесом в Дюссельдорфе. Но все-таки художественное начало берет свое, и он учится в Дюссельдорфской академии художеств уже в конце 40-х годов, а в начале 50-х годов учится в Берлинском институте изобразительных искусств. О том, как он работал в качестве художника, а это очень важная была его сторона, его дарование, вспоминает из наших соотечественников Андрей Вознесенский. Я процитировала. «Гюнтер Грасс, пишет Андрей Вознесенский, с нажимом проводит по моему носу. Чувствую, как нос вспухает и краснеет. Мне щекотно. Когда он заползает в ноздрю, продолжает Вознесенский, хочется чихнуть. Вот он корябает по правой брови своим чистым, коротко срезанным ногтем. Продавленная им линия на щеке остается навечно. Уже второй час Гюнтер Грасс рисует с меня портрет. Полуметровый рисунок приколот к доске, сижу не шелохнувшись, пишет Вознесенский. Западноевропейская мысль середины века с напором упирается в мое лицо. Дальше продолжается описание. И в конце Грасс ворчит и ставит точку. Убирает меня в планшет, больно спрессовывая между двумя металлическими пластинами. Вот так описал творческий процесс модель Грасса Андрей Вознесенский. Конечно, интересно посмотреть, как Грасс иллюстрирует свои собственные произведения. И вы видите публикации его романов, снабженные его же собственными иллюстрациями. Часто доминирует текст. Как в этих случаях мы понимаем, что перед нами обложки книг. Иногда это бывает по-другому. Иногда текст как будто бы складывается в какую-то зыбкую картинку, в которой изобразительное начало как будто берет свое, набирает силу. И текст уже не так хорошо можно разобрать, а скорее будут видны, например, силуэты танцующих. Или мы можем посмотреть такие работы Гюнтера Грасса, где как будто бы буквы не обозначены, текста будто бы нет. Но согласитесь, если мы посмотрим на эту работу, мы увидим, что это не просто бамбуковая роща, а будто бы все это напоминает нам какие-то знаки, буквы. Которые, может быть, мы не можем так отчетливо прочитать. Но не так уж далеко это от чтения. Вот такое наше рассматривание. Или, например, его скульптура. Дело в том, что скульптурами он тоже занимался. Если приехать в город Любек, в котором Гюнтер Грасс жил долгое время, то можно увидеть скульптуры Грасса в наиболее естественной обстановке, если, конечно, у скульптуры, в принципе, может быть естественной, а не художественной обстановкой. Это сад. Сад, который разворачивается вокруг дома Гюнтера Грасса. И, собственно, он сам хотел разместить свою скульптуру на тех или иных местах. Если мы к ним присмотримся, то они тоже будут напоминать нам о литературных произведениях Грасса. Так, например, вот эта Камбала, перекочевывавшая из сказок братьев Гримм, где она, кстати, заменяет золотую рыбку. Сказка о золотой рыбке из сборника сказок братьев Гримм попала в русскую литературу. Вот только там она не золотая рыбка, а Камбала – интересная, круглая рыба. И вот эта ее округлость как будто позволяет текстам и представлениям, вращаясь, никогда не заканчиваться. Вот вы ее здесь видите в виде скульптурной композиции, а могли бы видеть и роман Камбала, который Грасс тоже написал. Так что это все в городе Любике. Получается, что художественное творчество Грасса, его изобразительное искусство в сложных взаимосвязях находится с искусством словесным, с литературой. И как будто бы логично рассматривать и то, и другое в некоем сочетании. И тому, и другому он упорно учился на протяжении своей жизни и владел и тем, и другим ремеслом виртуозно. Так что эти факты не так уж не важны. Вообще специфическое сочетание, которое в биографии Грасса уже заложено, с одной стороны, каменотесно, а с другой стороны, художество, изящное искусство. Настолько изящное, насколько Грасс все позволял быть изящным. Это тоже отдельный момент. Вот это сочетание каменотеса и искусства, художества, отражается в литературном творчестве. Литература его одновременно и утонченно, и грубовато в прозе, по крайней мере, это очень чувствуется. В поэзии, может быть, не так, а он поэзию ценил и много писал поэтических произведений на протяжении всей своей жизни. Мы в литературе можем увидеть, например, живописные приемы. Если человек читал Грасса, фактически не может быть, чтобы он забыл эти образы. Просто даже навязчивая такая власть этих словесных образов обусловлена живописностью литературы. Мы не забудем, как это выглядело. И такая особая зримость письма, так скажем. Кроме того, само по себе, конечно, сочетание графики и литературы в сложных пропорциях, как иллюстрации, как к собственным текстам, как тексты, иллюстрирующие изобразительное искусство и так далее. Вот эти все сложные связи очень интересно, в особенности на материале стихов, отслеживать. Все это повлияло на наше восприятие Грасса и вообще повлияло на его творчество. Что еще на него повлияло? И что мы можем увидеть как следы некого биографического начала? Мы можем знать твердо, что отрочество свое, он провел в страшной атмосфере нацизма, что это были тяжелые годы, и в том числе годы голода. Годы голода и военных лет, и послевоенных лет, так скажем. И вот этот опыт голода на протяжении всей жизни позволял Грассу с необыкновенной виртуозностью пользоваться так называемыми кулинарными метафорами. Это бывает у писателей. В отечественной словесности можно в этой связи вспомнить, например, произведение Мандельштама, которому тоже голод был знаком, и тоже мы видим это и чувствуем по поэтическим текстам. Да, так вот, кулинарные метафоры у Грасса часто бывают очень забавны. Я, пожалуй, одно стихотворение прочту, мне оно очень нравится. Попробуйте вдуматься, о чем, собственно, это стихотворение. Оно, в общем, на вид сплошь о еде, но еще о чем-то другом. Называется «Изменение». Внезапно появились вишни. Хотя я позабыл об их существовании и объявил, никогда еще не было вишни. Они появились, внезапные и дорогие. Сливы упали и угодили в меня. Кто бы подумал, я переменился, поскольку что-то упало и попало в меня. До того на меня никогда не падали сливы. Только когда орехов в ботинке мне натрясли, и мне пришлось убегать, поскольку детям ядрышек захотелось, я зарыдал о вишнях и слив возжелал угодивших в меня. И переменился немного. Это был перевод Эмиля Вайса. Да, можно сказать, что целая жизнь человека рассказана исключительно через кулинарные метафоры, через воспоминания о разной еде. Надо сказать, что к еде Грасс относился чрезвычайно трепетно, поэтому в его доме-музее в Любике кухня и съестным припасом уделено особенное внимание. И это как раз очень в духе Гюнтера Грасса. Без этого уж никак нельзя было обойтись и рассматривая его творчество. Не только литературные, как мы сейчас услышали, но и его графические работы. Например, кто еще так замечательно всмотрится в грибы, так их красиво представить, что интересно рассматривать. Это только человек, который знал голод, знал беды и знал, как этого всего иногда не достает. Поэтому всматривался в эти предметы с каким-то особенным трепетом и чувством. Видел в них какую-то особенную красоту. Так скажем. Да, написал Гюнтер Грасс очень много произведений. Мы, конечно, сегодня не сможем на всех остановиться. В основном будем смотреть в жестяной барабан. Об этом уже и было заявлено. Ну, немножко заглянем и в другие тексты. Он получил Нобелевскую премию в 1999 году. И это было важное событие для немецкой литературы. Существенная награда автора, который многие и многие годы создавал, можно сказать, золотой фонд немецкоязычной литературы XX века. Проза Гюнтера Грасса как минимум двуслойная. Она, с одной стороны, такая полна материальной жизни, грубой, плотской, вещественной, иногда даже, честно говоря, чересчур. Смотря у кого какой вкус и какая выносливость. А с другой стороны, проза Грасса всегда еще и о литературе. Он не зря считается одним из самых литературных авторов XX века. Что бы он ни описывал, о каких бы грибах он ни повествовал, а литературе все время тоже идет речь о том, что это такое, для чего она может пригодиться, какие ожидания могут быть обмануты от литературы, а какие устоят. Грасс всегда увлечен не только некой внешней социальной реальностью, которую он отображает, но и приписывает к этой очень материальной и отчетливо социально ангажированной такой социально-критической литературе приписывает еще и писательскую проблематику. Тогда мы можем говорить о так называемой саморефлексии литературы, литературы, которая размышляет о себе самой. Мы могли бы сказать, что нам задело до переживаний писателя, который, конечно, беспокоится о том, нужно ли то дело, которому он посвящает всю свою жизнь. Но тут мы должны непременно учесть, что если писатель пишет о литературе, размышляет о том, что она такое, то он пишет о том, что такое язык, а язык, речь человеческая, это, в общем-то, из чего состоит значительная часть любого человека и огромное количество его познавательных процессов. Поэтому, конечно, писательская, так называемая отвлеченная писательская проблематика, на самом деле, это проблематика, которая касается совершенно любого любого человека. Иногда это саморефлексивная проблематика, более очевидно оказывается, как это получается. Например, в ранних произведениях, вроде же «Сценового барабана» 59-го года или «Кошки-мышки», 61-й или «Собачья жизнь». Иногда это более скрыто, например, под местным наркозом так переводится повесть Гюнтера Грасса. А иногда бывает, что мы лишь вчитавшись понимаем, что вообще-то писательская проблематика здесь просто доминирует, например, рождаемся из головы или из дневника улитки. Так или иначе, Грассу всегда было о чем поговорить с литературоведами, с литературными критиками тоже, но особенности с историками литературы, мне кажется, ему было легко ладить. Вопросы, связанные с саморефлексией литературы, с ним было очень интересно обсуждать. Его волновала литература как возможность повлиять на человека. Его волнует вопрос, связанный с воспитательными способностями литературы, в особенности, если это литература на немецком языке, потому что ведь немецкая литература и немецкая культура претерпели многие страшные страницы именно в 20 веке. Вот такая фиксированность на литературной проблематике, например, отражается в замечательной книжке «Под местным наркозом». «Под местным наркозом» по-немецки это «Örtlich betäubt». Точный медицинский термин «местная анестезия», но не удается сохранить его в переводе, потому что дословно «Örtlich betäubt» означает «местно оглушенный». О чем может подумать человек, читая такую книгу? О том, что все мы так или иначе местно оглушены, что мы плохо видим то, что происходит в других местах, плохо чувствуем, мало сочувствуем, что мы в основном болезненно ощущаем то, что происходит у нас, а вот то, что происходит даже совсем неподалеку, может останавливать нас достаточно равнодушными. Это определенная местная оглушенность, мы как будто бы оглушены для всего остального, чувствуем только свои местные проблемы. И это касается любого человека, но это проблема, которую полезно человеку осмыслять. И если он хотя бы знает, что у него такое больное место, что он местно оглушенный, он может как-то в этом направлении размышлять, думать, какое-то, может быть, преодоление этого качества человека, потому потому что само по себе оно, конечно, очень вредит пониманию более крупных процессов и сочувствуем по ту сторону границ. Об этом Гюнтер Грасс любил рассуждать не только в своих книгах, но и в дискуссиях. Он был замечательным собеседником и замечательным мастером дискуссий, который умел как-то не обидно, но все-таки отчетливо отстоять свою позицию. Вот мы можем еще раз посмотреть на этого замечательного автора, подумать о его соображениях относительно местного, местно оглушенного человека как такового и увидеть, как Гюнтер Грасс пытался в себе эту особенность, которую всем свойственно преодолеть. Он был необыкновенно внимательным к политическим позициям других людей, к политическим событиям в других странах. Он боролся, например, боролся с голодом в разных странах изо всех сил и как-то умел понимать людей как представителей разных культур, всегда находя общие точки, точки опоры. например, здесь Гюнтер Грасс в Индии. Если бы мы не знали, мы бы, может быть, удивились, что так органично вписывается, казалось бы, в совершенно экзотическое для себя пространство. Да, конечно, всегда Гюнтер Грасс размышлял и о том, что он сам может сделать для мира и о том, как несовершенна литература в качестве средства для улучшения реальности. Об этом, например, он рассуждает в книжке «Рождаемся из головы», как будто бы подсмеиваясь над немцами вообще, да и над людьми, в принципе, все мы как-то рождаемся из головы. Мы же очень умозрительно функционируем. Мы к какому-то умозрительному философствованию склонны, а в самых обычных делах легко попадаем в просаг, совершаем глупости, как будто бы это рождение из головы, вот эта опора на рациональные построения в человеческой голове, как будто бы она совершенно не спасает человека от всякой ерунды, в которой лучше бы ему не включаться. В этом смысле рождаемся из головы, ну такая усмешка Гюнтера Грасса, вообще-то из головы рождается Афина, ну и человек рождается из головы, жаль, что он не похож на Афину, никак не похож на богиню мудрости, ну что же тут, что же тут поделаешь? И вот интересно, что он подсмеивается над людьми как таковыми, и в том числе над собой, и в том числе и над писательским трудом, который ведь, конечно, тоже всегда нечто рожденное из головы, да, рожденное из головы, мы можем написать на любой, на любой книге, конечно, каждая книга это порождение какой-то головы, причем часто это голова писателя, но и наша тоже, потому что мы же тоже размышляем и дописываем текст, в особенности, если он многозначен, а Грасс изо всех стил старался именно такие тексты писать, и каждая книжка, конечно, ее книжка порождение и Грасса, головы Грасса, и нашей собственной головы, так же, как и любой рисунок его всегда это как-то связано с пишущими перьями, или с письмом, или с литературностью, со словесной природой человека, от которой и в изобразительном искусстве все равно никак отступить нельзя. Вообще считается, что Грасс Грасс необыкновенно точно отобразил свое время. А время ему досталось очень непростое, ведь он пришел в литературу в 50-е годы, точнее сказать, постепенно во второй половине 50-х годов. Что это было за время? Это было время глубокого духовного кризиса, кризиса, который затрагивал всю западно-германскую интеллигенцию. Попробуем представить себе, что чувствовали тогда люди. Сразу после войны, после 45-го года, первой реакцией немецкой литературы были попытки совладать с прошлым, отразить скепсис по отношению к тому, что произошло, отрефлектировать то, что произошло, заставить людей думать об этом, только не забыть, только не вычеркнуть это из памяти, только непременно побудить людей подумать о том, что вызвало к жизни тоталитарный режим. Почему так получилось, что культурная страна превратилась в полчища милитаристски ориентированных безумцев? На это были брошены огромные писательские силы первые годы после поражения Германии в войне. Об этом писали и Генрих Бёль, и Вольфганг Кёпен, и многие другие авторы, к слову сказать, прекрасно переведенные на русский язык. Но казалось, что эти усилия почему-то не привели к результатам. Постепенно все равно стабилизируется общество потребления, люди начинают, не отрефлектировав толком прошлое, начинают ориентироваться на материальные благополучия, на свои все более и более расширившиеся экономические возможности, разворачивать так называемая идеология экономического чуда, когда на руинах разрушена действительно экономическая система Германии, прорастают новые ростки экономики, и кажется, что она необыкновенно успешна, и люди с удовольствием забывают о прошедших трагедиях, увлекаясь своими новыми и новыми экономическими достижениями. И все это как будто бы отодвигает уже во второй половине 50-х годов отодвигает вот эту проблематику прошлого на какой-то задний план. И у писателей это вызывает очень тяжелые чувства, потому что ясно, что не отрефлектированное прошлое на самом деле не становится прошлым, оно застывает в настоящее и будет поладить дальнейшие проблемы и катастрофы. Писателю это видно. Может быть, радующемуся своим расширившимся возможностям обывателю это не так заметно. В этом отношении у них разные позиции. У писателей появляется так называемый комплекс непреодоленного прошлого, потому что они видят, что прошлое непреодолено, а значит вновь тоталитарный режим может сформироваться и повториться трагедия, чего, конечно, допустить писатель со спокойным сердцем не может. Даже если все общество не очень хочет смотреть на то, что, собственно, писателю интересно. интересно. И вот этот комплекс непреодоленного прошлого заставляет людей, писателей, задуматься, какую им выбрать стратегию, как быть в условиях вот такого разочарования. Действительно, эти настроения разочарованности, пессимизма, такое ощущение бессилия, бессилия в борьбе с явным и возрождающимся злом. Вот что чувствует писатель второй половины 50-х годов, если это немецкий писатель, потому что он видит, что восстанавливается зло. Какую же роль может выбрать автор в такой ситуации? В общем, выбор у него невелик. Есть две роли, которые человек может выбирать в похожих коллизиях. С одной стороны, это такая роль шута, клоуна, будоражить ситуацию, это с одной стороны, а с другой стороны, может быть, донгихотство. Все равно действовать без надежды на успех, из лучших побуждений не оставлять своих усилий. В это время очень важной литературой становится литература абсурда, например, из французскоязычного пространства, культуры. Плюс Германия, конечно, скорбит о крушении идеалов, и вот эта безысходность и отчаяние, конечно, добавляет свои нотки одной только французской традиции немцам не обойтись. И поэтому Грасс в этой ситуации выбора стратегии оказывается в очень тяжелом положении, и он выбирает то, что ему по характеру ближе. Вот такое голубоглазое Дон Кихотство это не то, что ему подходило. Ему больше по характеру подходило клоунада, сарказм, подчас цинизм, сатира, которая направлена во все стороны. Он будет сатирически отображать и уродливые явления мира, и все попытки эти уродливые явления мира побороть. И писательскую позицию моралиста и исправителя нравов он тоже подвергет критике, потому что он будет говорить что-то либо фальшиво, либо какой-то наивный голубоглазый идеализм, к которому он совершенно не хочет примыкнуть. И все это заметно. Заметно в его романе «Жестяной барабан» 59-го года, заметно в его дальнейшем ходе этой трилогии, «Жестяной барабан» это первая часть трилогии, далее «Повесть кошки-мышки» 61-го года и «Роман собачье сердце» 63-го года, это все три части единого повествования, которое сформировало такую важную, одну из важнейших трилогий в немецкой язычной послевоенной литературе. Вот мне и хотелось, чтобы мы повнимательнее всмотрелись в этот жестяной барабан в первую часть трилогии. Что же это за текст, над которым Грасс так кропотливо и трогательно работал, подправляя и переиначивая, так что можем очень хорошо увидеть, в каком направлении движется художественная мысль, направлении заострения, усиления провокативной компоненты, попытки подпитать дискуссию, вывести общество, которое явно пытается восстановить зло на чистую воду. Вот что хочется, чего хочется достичь Гюнтеру Грассу. Что, собственно, происходит в жестяном барабане? В жестяном барабане воскрешается история Германии. История Германии XX века взят довольно обширный период от начала столетия до через Первую мировую войну, через годы Веймарской республики. Это период после Первой мировой войны, когда на руинах монархии немцы пытаются выстроить демократическую республику, но это не получается, потому что по лестнице власти этой едва сложившейся республики совершенно беспрепятственно к власти проходит фигура, которая в здравом умении, кто бы не хотел к власти пропустить. К власти приходит Гитлер совершенно беспрепятственно. И дальше Вторая мировая война и послевоенная Западная Германия. Все это Гюнтерграсс пытается отрефлектировать, представить в отдельно взятом, в общем, довольно компактном тексте. Зачем такое начинание? Ведь понятно, что написать такой текст чрезвычайно сложно. Гюнтеру Грассу хотелось показать, что есть преемственность в истории, что фашизм 30-х годов и 40-х годов это не порождение отдельно взятой фигуры чудовищного политика вроде Гитлера. Это действия механизмов социальных, которые эту фигуру бы породили и они бы породили аналогичную фигуру Гитлера. Гюнтеру Грассу хотелось показать, что это не случайно то, что произошло и это нельзя списывать на особенности центральной политической фигуры. Она была такой, потому что у общества похоже именно такая фигура могла так сказать завоевать доверие. Как же так получилось? Вот эта не случайность обусловленность прихода нацизма очень важное начинание, которое движет Гюнтером Грассом при написании его книги «Жестяной барабан». Казалось бы, ну хорошо, ему хочется написать что-то вроде исторической эпопеи. Немножко необычно, что такой скромный объем книги, такая выжимка получается, но все-таки такие книги мы видели. Мы видели их и раньше. Исторические романы нам давно попадались, и для этого не нужно было применять такое немыслимое новаторство. Такие эксперименты, в которые пускается Гюнтер Грасс. Да, как будто он хочет это рассказать, вот эту историю рассказать совершенно особенно. Действительно, автор прячется за очень необычную маску, маску Оскара Мацерата. Оскар Мацерат. Что в этом рассказчике, в этой центральной фигуре странного? Давайте посмотрим на Блейхтомель, жестяной барабан, и на актера, ребенка, который исполнял эту роль в фильме. Хотя сейчас я буду говорить прежде всего, конечно, о литературе. Но Гюнтера Грассу повезло поучаствовать в экранизации своего собственного произведения. Согласитесь, не каждому писателю доводится такая удача. Ему было, как мы видим на этой фотографии, ужасно интересно. Мне кажется, это хорошо заметно. Представьте себе, вы написали текст, и он разворачивается просто в пространстве перед вашими глазами. Это дорогого стоит такое удовольствие писательское. Но вернемся все-таки к тексту. Итак, автор прячется за довольно специфическую маску рассказчика, которого зовут Оскар. Во-первых, нам известно, что Оскар пациент психиатрической лечебницы. Но если мы хотим что-то понять в исторической коллизии, то нам бы хотелось рассказчика, который может формулировать свои мысли пояснее, правда? Видимо, что-то тут не так просто. Более того, этот Оскар сам намекает, что попал в эту психиатрическую лечебницу не без собственной инициативы, а, как там сказано, в надежде обрести желанную тихую гавань посреди житейских и исторических бурь. Ну, кто же не желает от такой гавани? В ней трудно пребывать с чистой совестью. А желание, конечно, такое у людей может быть. Что еще странного в этом повествователе? Он крошечного роста. И опять-таки по собственному почину, потому что нам рассказано, что когда Оскару исполнилось три года, он якобы сознательно решил больше не расти и инсценировал свое случайное падение в погреб. Погреб этот был не закрыт незадачливым отцом позабывчивости. И будто бы в этот момент как раз рост Оскара якобы прекратился. Но этим не ограничиваются странности нашего повествователя. Он ведь не просто рассказывает то, что мы читаем или пишет повесть о собственной жизни. Нет. Он отбивает ее на детском жестяном барабане, на своей любимой игрушки с трехлетнего возраста, используя таким образом неразлучный спутник. Вот этот барабан, неразлучный спутник его жизни оказывается использован. А это уж зачем? Ведь такого рода повествования и вовсе трудно понимать, что все это значит. Трагическая история, трагическая история, которая касалась огромного количества людей в Германии, история, которая может повторяться и повторяется. Эта история дается как соло на барабане, соло, которое отбивает с упорством какое-то странное существо, то ли дурачок, то ли мудрец, непонятно, но уж точно какая-то разновидность шута или клоуна, причем совершенно не обязательно смешного, ведь шут не обязан быть смешным. Зачем это Гроссу нужно? Ему очень хочется откреститься от традиции морализаторства, ему не хочется рассказывать историю Германии вот с таким указующим перстом. Ему кажется, что это неправильно. Назидательная литература с такой вот ярко выраженной дидактической функцией. Какой от нее прок? Чему такого рода литература научила людей? Такого рода литературы было много и в 18 веке, и в 19 веке поучительных книжек. И что? Разве это изменило человечество? К тому же, кто мы такие, чтобы позволять себе указывающие перст в такой ситуации? Тут сказывается и жизненный опыт Грасса. Да, значит, ему хочется от этой дидактической функции литературы отступить как можно дальше. Он не верит в ее выполненность. В принципе, и в ее выполненность с честным лицом тем более. Потому что каждый человек, живущий в обстановке тоталитарного режима, как-то все равно вступает с ним во взаимодействии. Грасс пытается показать читателю самое главное. А главное состоит для него в том, что история Германии это не поучительный текст, не поучительная трагедия, а мрачный и абсурдный фарс. Поучительность его бы как-то оправдывала, а оправдывать Грассу совсем не хочется. Мрачный и абсурдный фарс, который правильно рассказывать как какое-то идиотическое соло на барабане, а вовсе не облекать его в какие-то особенно прекрасные или хотя бы поучительные слова. Летописцу современности не подходит роль моралиста. Пусть лучше ему будет свойственен как персонажу из этой книги такой добровольный инфантилизм. Почему инфантилизм? Дети неназидательные. Если они не копируют взрослых, им не очень-то хочется с указующим перстом бегать по миру и всем рассказывать, как им правильно жить. А добровольно, потому что ведь людей все равно ничему не научишь. Просто ты можешь делать то, что тебе кажется разумным, но без особенной надежды на успех. Так что вот этот добровольный инфантилизм как будто бы приписан персонажу и немного он приписан и писателю самому, который позволяет себе такой добровольный инфантилизм. Вот поэтому Оскар рассказчик таков, он специфичен и он смотрит на мир не с высот каких-то фальшивых, высот мудрости, идеалов, а как-то снизу. Он находится среди людей, а люди эти не очень-то хороши. И вот взгляд снизу как бы из-под трибун, из-под бабушкиных юбок, с каких-то оборотных сторон пропагандистских механизмов, вот этот взгляд оказывается продуктивен, оказывается полезен. И поэтому персонаж наш любит запрятываться под стол, под трибуны, под бабушкины юбки и, к слову сказать, не брезгует никакими деталями человеческого низа. Это тоже такая провокативная компонента в тексте Грасса. Ему не хочется, чтобы чтение было комфортным. Он считает, что люди и так обеспечивают себе для заданной ситуации слишком много комфортности. Слишком часто они открещиваются от неудобных мыслей, от неуютных мыслей, и это страшно, потому что это имеет страшные последствия. Люди не думают, а пока они не думают, восстанавливается старое и страшное зло. В общем, основная линия поведения этого Оскара, она как бы и выстраивается так вот снизу. Намеренное кощунство, оскорбление всех святынь современного буржуазно-филистерского мира, кощунство по отношению ко всему, что как бы свято, к семье, к религии, к духовным традициям. Все удается развенчать Гюнтеру Грассу. Не потому, что он не ставит эти ценности перед собой как нечто достойное, нет. Он хочет показать фальшь социума, который, обращаясь к этим ценностям, как правило, оправдывает самые неблаговидные свои деяния. Вот развенчанию Гюнтера Грасса подвергается именно спекуляции на ценности. Мы можем вспомнить, например, такую сцену, которая в этой книге «Жестяной барабан» уже ближе к концовке романа обнаруживается. Оскар в голодные послевоенные времена подрабатывал натурщиком в Академии искусств. Мы вспоминаем, что и у Грасса были очень голодные времена, и, вероятнее всего, он тоже подрабатывал, когда сам учился, пытался обеспечить себе возможность выжить. Сам учился в Академии искусств. Так вот, там есть профессор, который проповедует своим ученикам, цитирую книжку. Искусство как обвинение, как экспрессия, пафос, страсть. Вот как описан этот замечательный профессор. Этот, вот имеется в виду этот профессор, был помешан на экспрессии, подаваемой экспрессии, все кричал, черная, как ночь, экспрессии отчаяния. А про меня говорил, что я, Оскар, являю собой разрушенный образ человека, что во мне воплощена обвиняющая, вызывающая, вневременная и все же выражающая безумие времени, экспрессия. Прямо-таки гремел поверх мольбертов. Вы не рисуйте этого коллегу, нет, вы его измордуйте, распните, пригвоздите углем к бумаге. Что мы здесь видим в описании этого профессора, который, наверное, встречались такие профессора в Академии художеств, где учился, грас, лжевый пафос, глупый идеализм, чушь ненастоящего фальшового экспрессионизма. Настоящих экспрессионистов, как представителей дегенеративного искусства, в основном в нацистском режиме уничтожали. И те, кто остались, вряд ли действительно транслировали мечты экспрессионистов о прекрасных глубинах человеческой души. Вот такой фальшивый экспрессионист перед нами. Но нельзя сказать, что перед нами в таком образе и в целой галерее других очень критически ориентированных образов действительно выражается цинизм автора. Нет. Но он критиковал общество и критиковал разные типы представителей общества. И, конечно, спровоцировал очень филистерскую, обывательскую реакцию на свое произведение. Обыватели всех мастей на роман Грасса «Жестяной барабан» буквально ополчились под лозунгом защиты национальной чести и морали. На самом деле просто он не хотел отменить честь и мораль. Он просто хотел показать, что люди должны помнить, что тягчайшие преступления в их недавней истории освещались именем чести и морали. И если что-то в связи с честью и моралью транслируют, надо подумать. Нет ли здесь подвох? И подвох, как правило, как раз найдется. Такую позицию провокатора занимает и Оскар сам в романе. Он как будто такой персонаж, который буквально запрограммирован на провокацию. Оскар обнаруживает в себе сверхъестественный дар. Он обладает необыкновенно громким пронзительным голосом. И такой громкости у него голос, что могут раскалываться, например, витрины магазинов. И вот чем занимается Оскар, когда у него выдается такая возможность? Он своим голосом не Арии Верди распевает. Нет, он пронзительно кричит, разбивает витрины, а потом наблюдает с определенным злорадством, как совершенно добропорядочные на вид прохожие, проходят поздно вечером или ночью мимо витрин, вдруг замечают, что они разбиты. И можно безнаказанно взять, что там выложено витринах. И они берут, обнаруживая свою природу, поддаются искушению воровства. То есть Оскар использует свой дар, конечно, такой громкий голос, это дар. Так же, как и литературный талант, так заточенный на провокацию, это тоже дар. Он использует свой дар, этот Оскар, не для усложжения слухом, не для воспитания, а для разрушения пения. И это как будто бы одна из очень важных задач художника, так это видит Грасс, разрушить слои лака, которые обыватель все время наносит на свою деятельность. Посмотреть, действительно ли все в порядке с этим обществом и с этими людьми. И если не в порядке, это же надо показать, этим надо поделиться, потому что люди же должны об этом знать. Вот в этом смысле он, конечно, истинный писатель, который очень старается петь на свой литературный манер, петь для того, чтобы таящаяся во тьме, как в случае с этими витринами, чтобы таящаяся во тьме низменные инстинкты, какая-то темнота человеческой души стала зрима. Иначе люди абстрагируются от этого и будут думать, что все в порядке, пока снова не грянет катастрофа, которая, конечно, грянет и, конечно, выявит все эти страшные черты, но пусть лучше это как можно быстрее сделает писатель. Вдруг человек, обнаруживший в социуме, в обществе такие страшные грани и черты, вдруг он все-таки успеет что-то против этого предпринять. ведь если об этом не говорить, так и исправить ничего совсем нельзя. В общем, можно сказать, что в своем литературном творчестве был Грасс немножко и похож на этого своего героя, потому что он самими дискуссиями вокруг жестяного барабана заставлял обывателей сбросить с себя маски добропорядочности, обнаружить свое истинное лицо, так сказать, в порыве полемических страстей. И в этом смысле реакция публики на произведение Грасса, можно сказать, была частью этих произведений. Это тоже то, что было сделано им самим, в том числе и в его публицистической деятельности, и в его общественной жизни, во всем, что он делал для своего общества, для своей страны. Конечно, он использовал литературу как такой жестяной барабан, в который нужно громыхать писателю, если уж он видит проблемы. в этом отношении, конечно, Грасс продолжает линию других авторов, которые до него писали в этом направлении, например, Вольфганг Борхерд, очень важный автор послевоенных лет из Германии, из Гамбурга. Некоторым роде можно сказать, что и вся литература это такой жестяной барабан, так ее можно увидеть, будто бы это, ну что такое литература, что она может? Она может немногое в драматичные времена, что она может противопоставить, например, складывающемуся тоталитарному режиму, как будто бы немногое. Она не может отчетливо поучать, она не может наполниться истинами, которые ей было бы удобно помещать в голову людей, потому что в это не очень получается верить в возможности такие в 20 веке. Уже ясно, что 18-й и 19-й век не очень сработали, не очень-то уберегли людей от так называемых катастроф духа, поэтому вера немного в такую этически насыщенную литературу. Тогда получается, как же писать, как же обращать все свои усилия на словесное творчество. А вот Гюнтерграсс говорит, да хотя бы громыхать по этой пустоте литературы, да хотя бы сигнализировать о том, что в обществе что-то не то, да хотя бы заставить этих обывателей сорвать с себя маски, обнаружить свои настоящие лица, а лица не очень-то приятные. Пусть литература это может быть, если очень не оптимистично, а пессимистично посмотреть, литература это может быть просто какой-то очерченный фрагмент пустоты, но это возможность сказать, возможность выразить свое ощущение, свое отношение к происходящему, возможность привлечь внимание к тому, что ты грохочешь, и это все-таки уже что-то, и вот это что-то пытается сделать Гюнтерграсс с помощью своих произведений в этом отношении, но почти любой книжке Грасса можно написать, что это жестяной барабан. Я, к слову сказать, вспоминаю, когда Гюнтерграсс приезжал в Петербург, уже незадолго до своей смерти, я читала лекции нашим студентам Петербургского университета в Гюнтерграссе, как раз входила в программу, потом приехал Грасс, и одна студентка, вот спасибо ей большое, она, знаете, что сделала, она купила жестяной барабанчик, детский, игрушку, взяла маркер не смывающийся, и тогда, когда все стояли на встрече в очереди, чтобы получить автограф великого писателя, она протянула ему этот барабанчик и маркер, и я видела в этот момент его лицо, в глазах были слезы, и я не ошиблась, он был необыкновенно растроган, потому что он понял, что она вместо книги протянула ему жестяной барабан, что она что-то очень важное поняла в его произведениях, и это замечательно, я тогда так порадовалась, что у нас такие такие умные и интересные и оригинальные творческие студентки и студенты бывают. Да, вот получается, что литература сама по себе в некотором роде действительно может рассматриваться как жестяной жестяной барабан, ну и, конечно, треск барабанных дробей раздражает, во всяком случае, обывателей он очень сильно раздражал. Да, ну продолжим о литературе и как раз об обывателях тоже. Мир в романах Грасса во всей трилогии довольно-таки монолитно представлен. Процитирую Грасса об этом в интервью 1965 года. Вот что он сказал. В центре трех моих прозаических произведений вот этой трилогии идет речь находится тот общественный слой, который мы называем обывателями мелкой буржуазии. Конец цитаты. Другие названия того же самого Грасса это обывательский смрад, обывательская духота, это мелкое бытование самого обычного человека, совершенно не критически воспринимающего общепринятые идеи, потому беззащитного перед механизмами социального манипулирования. Кто читал жестяной баромат, тот, может быть, даже физически ощутил, что как-то тяжело дышать, трудно дышать читателю этого произведения. Все время этот вид снизу, такая затхлость атмосферы, и с каждой страницей под дробь барабана обывательство как будто бы укрепляется. Или словами моего старшего коллеги, которого, к сожалению, уже с нами нет, Альберт Викторович Карельский, я его очень рекомендую, все его труды по литературе прекрасны и необыкновенно увлекательны. Да, так вот, он говорил, что с каждой страницей обывательство утверждает свое право быть эпосом, закрепляется в своих позициях. Что мы видим в этом обывательстве? Самодовольство и ограниченность, замкнутость на совершенно животных, примитивных интересах, небосвод такого рода людей, к сожалению, ограничен бабушкиными юбками, как это видит Грасс. И мы все время наблюдаем вот этот вид снизу. Одновременный взгляд ребенка и взгляд обывателя. С одной стороны перед нами ребенок, а с другой стороны и обыватель. И исторические события, которые, конечно, волей-неволей попадают в поле зрения человека, так сказать, смотрящего из-под трибу, но все-таки они отражаются очень странно, скорее упоминаются как-то мимоходом, вставными предложениями, в скобках, в смесь с деталями мещанского быта. Вот таков закон обывательской перспективы, прежде всего, свое, простое, приземленное, а уж остальное так. И вот именно в этой перспективе можно увидеть механизмы, из-за которых совершенно зло распространяется все больше и больше в пределах социума. Конечно, нельзя отождествлять рассказчика и автора, и это распоследнее дело, что может себе позволить человек, трепетно относящийся к литературе. И все-таки определенные связи между Оскаром и самим Грассом есть. И это тоже, с одной стороны, провокация, с другой стороны, и не только провокация. Вот этот Оскар, рассказывающий нам текст, он, собственно, довольно противоречив. С одной стороны, он издевается над фашизмом, обывательским приспособленчеством, вроде бы он воплощает фигуру художника. С другой стороны, он сам воплощает и фигуру обывателя, вот этот обывательский взгляд снизу. Он будто бы издевается над идеологией как таковой, и как там сказано, барабанит против всех и вся, вроде бы действительно, так сказать, антиидеолог, в этом смысле, нам понятен. А с другой стороны, он тут же, уже на следующих страницах, пользуется идеологическими клише, которые он использует для того, чтобы оправдать от себя. Это очень странно выстроенная фигура, которая как будто бы не поддается отчетливому классифицированию. Он пародийно показан, и бунтарь-художник, и обыватель как минимум в одном лице. Где еще такое можно найти? В литературе, которая привыкла с эпохи романтизма, конечно, вот здесь у нас бунтарь-художник, а тут у нас обыватель, так сказать, поэт и толпа. И вот так и развивается. Гюнтер Грасс понимает, что само это противопоставление, которое досталось нам из романтической традиции конца 18-го, начала 20-го веков. Ой, конца 18-го, начала 19-го веков, конечно, извините, погорячилось. Так вот, из романтической традиции до нас доносится вот это противопоставление поэты-толпа. Оно отжило свое. Так нельзя делить. Все в реальности гораздо сложнее. И об этом тоже Гюнтер Грасс много размышлял и отразил нам в помощь свои размышления. У него было довольно сложное отношение вот к этой обывательской духоте. Однажды Грасса спросили, как он вообще воспринимает себя? Кажется ли ему, что он такая угроза обывателей, такой провокатер? И Грасс на это ответил. И это, мне кажется, очень важно. Нет, говорит он, категории обывательства и элиты мне чужды. Я сам вырос в мелкобуржуазной обывательской среде. Кстати, немногие это могут признать. Я сам вырос в мелкобуржуазной обывательской среде. Я изображаю литературными средствами то, что знаю и что сам видел. Что при этом получается гротеск, это само собой разумеется. Но с антибуржуазных позиций обывателя и невозможно изобразить, продолжает он. Это привело бы лишь к нежизнеспособному, чисто литературному критицизму. Конец цитаты. То есть, как только мы начинаем пытаться изображать обывателя с анти обывательских позиций, мы попадаем в ловушку. Мы уже не можем его адекватно изобразить. Вот этот вид, так сказать, на обывателя с пьедестала это ничего не дает. Мы не поймем, как вот это обывательство устроено. Вот этот взгляд, высокомерно интеллигентский взгляд на толпу с пьедестала это бессмысленное дело. Это действительно чисто литературный критицизм. Он будет отдавать какой-то фальшью. С другой стороны, что же делать? Как же мы можем воспринимать это обывательство, если толпа ведь нехороша? И последствия того факта, что она нехороша, ужасны и разрушительны. И мы это прекрасно знаем из истории XX века. И сейчас мы это знаем. Это известно. Вот как же тогда быть? Вот это можно сказать такой круг вопросов, который будто бы не разорвать. А как писатель тогда получается писать, если критиковать с высоты нельзя, а смотреть на равных как на что-то вполне в порядке вещей тоже невозможно. Как же быть иногда получается? Вот тогда и остается, как предлагает Грасс, осознавать вот этот круг проблем, вот эту сложность и развивать как бы одновременно два вида взглядов. Взгляд изнутри обывательской среды на эту среду, попытки понять, как она устроена, как так получается, как люди так функционируют, как это они оказываются в этих рядах. Это с одной стороны, а с другой стороны, второй тип взглядов тут же должен быть тогда же. Это взгляд в себя, чтобы заметить обывателя в самом себе, а не только вокруг себя. И вот только такой двойной взгляд может литературе подарить возможности какого-то осмысления тех феноменов, которые послужили причинами страшных катастроф духа XX века и XXI века, тех феноменов, которые непременно должны быть осмыслены. вот это тот самый способ для Грасса, который позволяет ему расширить художественными средствами свой угол зрения, смотреть на обывательскую среду изнутри, понимая, как она устроена, и вместе с тем в себя смотреть, чтобы заметить обывателя в самом себе и ужаснуться тоже. Это тоже важно. вот такая вот получается интересная литература, которая действительно пускается во все тяжкие по полю художественных экспериментов. Так устроена и повесть «Кошки-мышки», и третье произведение из так называемой донцикской трилогии «Собачья жизнь». Оба, конечно, эти произведения заслуживают отдельных и детальных разговоров, но все это в рамках отдельно взятой одной лекции невозможно осуществить. Я лишь процитирую, что сам Грасс о связи между этими произведениями, между частями трилогии сказал. А сказал он вот, что все три повествователя от первого лица во всех трех книгах пишут из чувства вины. Вины, которую вытесняют, вины, над которой иронизируют. И, конечно, имеется в виду вина каждого человека. И вина тоже и литературы, конечно, и культуры. Вот такие вот вопросы Грасс поднимает в своем творчестве. На них нет отчетливых ответов. И это ничего. Иногда бывает достаточно важно просто уже и поднять сам вопрос и высветить, может быть, даже неразрешимость какой-то проблему сейчас. Вдруг, если это сделано талантливо и художественно, можно надеяться на то, что к решению этой проблемы смогут подключиться и другие люди, которым, может быть, будет ведомо. и что-то, что неведомо Гюнтеру Грассу или нам с вами все равно процесс дискуссии на важные темы таким образом оказывается подпит. Вот мы можем посмотреть, какие еще другие произведения написал Гюнтер Грасс. Например, в 70-е годы это была важная книжка его Камбала. Мы немножко о ней уже говорили. Тоже об истории всего человечества. Как будто бы нечто рассказанное рыбой. А рыбы обычно молчат. Можно подумать, почему историю человечества, если ее не отбивают как барабанные дроби, может рассказать именно рыба. Были и другие важные произведения в 80-е годы крысы, в 90-е годы необъятное поле. И всегда произведения Гюнтера Грасса становились предметом всеобщего внимания. Вот это, кстати, фотография была сделана в Петербурге, когда Гюнтер Грасс приезжал. И это был огромный успех. И тогда довелось вести встречу с Гюнтером Грассом, собрался, мне казалось, просто весь город. Аудитория максимум в Петербургском университете была заполнена так, что там и пройти-то было нельзя. Кажется, было человек 500, уж никак не меньше, а скорее всего больше. Потому что и у нас тоже произведения Гюнтера Грасса читают и ценят. Люди принесли свои старые книжки из домашних библиотек. В общем, это было очень трогательно. Хотя, конечно, в Германии часто дискуссии оказываются более и более острыми. Гюнтер Грасс никогда не гнушался никакими способами привлечь внимание к своим книгам, пусть даже негативное внимание, пусть даже это будут протесты. из-за книги «Необъятное поле», которая была написана в 90-е годы об объединении Германии, Грасса в общем написал о том, что не стоит впадать в эйфорию, не стоит торопиться, посмотрим еще, как это будет развиваться и насколько равноправие частей Германии будет очевидно и так далее. Его тогда прозвали пессимист нации, вот он стал пессимистом нации, а потом спустя некоторое время заметили, что во многих пунктах он был прав, это очень сложный процесс сращивания двух Германий, которые очень важные десятилетия XX века провели порознь. Замечательная книжка под названием «Мое столетие» была написана Грассом, опубликована в 99-м году, это был такой цикл исторических новелл и эскизов, прекрасная книга, которую вы видели на первом слайде нашего разговора «Луковица памяти» или «При чистке лука», если чуть поточнее переводить, и всегда он писал стихи, как бы пунктиром, что ли, сквозь его всю прозаическую мощную работу проходила работа поэтическая замечательными стихотворениями. Давайте на него еще вот так посмотрим. Когда Грасс писал о своем творчестве, мне нравится очень одна цитата, я хотела бы ей поделиться, мне кажется, она многое объясняет, все наши сложности с чтением Грасса возникающие, можно объяснить этой замечательной фразой, и это очень похоже на Грасса, по крайней мере, как мне он увиделся. Вот что он писал о своем творчестве, прочитаю дословно, с небольшими, правда, сокращениями, извините. «Имейте терпение, пишет Грасс, я хочу разговаривать с вами окольными путями, иной раз вне себя я оскорблена, порой беря свои слова обратно и снимая обвинения, то и дело завираясь, пока все не станет правдоподобным. Кое о чем мне хотелось бы основательно умолчать. Ту или иную часть от части события я предвосхищаю, тогда как другая часть этого же события произойдет лишь позднее, да и то частично. Так что если моя фраза мало-помалу извивается, омолаживается, вы не дергайтесь, не кусайте ногти, поверьте, нет ничего более тягостного, чем достижение цели прямиком. Действительно, тексты Грасса не стоит понимать напрямую, это всегда такие окольные пути. Или вот из другого источника хочу маленькую фразочку вдогонку процитировать. Я полагаю, пишет Грасс, самое обидное для читателя это когда его недооценивают. Я считаю это оскорблением. Конец цитаты. И он действительно никогда не недооценивал читателя. Он всегда вписал достаточно сложно, очень провокативно, очень резко, как бы полагаясь на то, что читатель ответит на это понимание. И часто так и получается. А если что-то действительно очень мешает восприятию, есть еще одна присказка, она уже не связана напрямую с Гюнтером Грассом, но связана с традицией, с не фальшивой традицией экспрессионизма, а фальшивой мы как раз в лице того профессора уже поговорили. Так вот, художнику-экспрессионисту Францу Марку задали вот какой вопрос, а у него была замечательная серия «Синие лошади». Вот «Блауферне» «Голубые лошади» иногда это тоже переводится в русской традиции. Так вот, его спросили, а почему эти голубые лошади так не похожи ведь на реальных-то лошадей? На что Франц Марк ответил, так ведь это же и не лошади, а изображения лошадей. Зачем же тогда им быть похожими? На настоящих. Вот так, похоже, и следует воспринимать, как я думаю, произведение Грасса. Можно сделать акцент на разных цветах, можно на синем и на зеленом сосредоточиться. А вот, кстати, давайте сделаем акцент на зеленом. Прочту кусочек стихотворения, мне очень нравится, «Вермонт». «Вермонт». Просто две страфы, чтобы вот эта сочная зримость его текстов, их цветность нам была заметна. «Вермонт». Просто две страфы. К примеру, зелень. Споря лишь с собой, свой рынок завоевывает зелень. Так дешево беленые дома. Кто это понял, выпадет тому, к примеру, вечно молодая зелень в кредит и никогда не повторится. Вот по-разному можно понять. Мне кажется, это действительно напоминает в том числе и живопись экспрессионистов, и абстрактную живопись в целом, возникавшую в рамках разных направлений. Как бы мы не видели этот текст, вот эта зелень все равно радует глаз, и мы можем обратиться с ней так или иначе. И мы можем взять ее с собой для размышлений, для рассуждений и применить каким-нибудь способом к тому, что нам в данный момент интересно. Вот давайте посмотрим еще на этого замечательного человека, который прожил, но не зря он назвал свою книжку «Мое столетие». Конечно, он не прожил буквально в смысле сто лет, но он прожил большую жизнь, и очень, учитывая исторические обстоятельства в этой жизни. Эта жизнь действительно была огромной, потому что такая страшная война выпала на его, на его долю. Вот, в этой огромной жизни он увидел многое, и многим сумел поделиться, и через свои изобразительные работы, через графику, через скульптуру, и, конечно, главным образом, и так он себя и ощущал главным образом благодаря текстам. И, знаете, мы что-то говорим, говорим о текстах Гюнтера Грасса, а сейчас я подумала, что мы по-немецки это ни одного текста не услышали. У меня есть маленькая очаровательность техотворения, но я его, пожалуй, сначала прочту по-русски в переводе Михаила Клочковского, а потом все-таки по-немецки с надеждой на понимание. И тоже можно подумать, как вот вся жизнь человека, может быть, или, не знаю, даже не вся жизнь, а все существо человека может быть рассказано в какой-то крошечной, как будто бы совсем не претенциозной маленькой истории поэтической. Попробуйте подумать, о чем это стихотворение. «Я семь лет ждал улитку. Теперь я забыл, как улитка выглядит. Когда что-то пришло, голое и чувствительное, я искал подходящее название. Я говорил чувство, терпение, говорил счастье, но оно беззвучно скользнуло мимо». Вот что рассказывает нам, что рассказывает нам этот человек, прошедший огонь, воду и медные трубы, о человеческих чувствах, может быть, о каких-то важнейших мгновениях человеческой жизни. Попробуйте по-немецки услышать то же самое. «Ich habe sieben Jahre auf eine Schnecke gewartet. Nun habe ich vergessen, wie eine Schnecke aussieht. Als etwas kam, nackt und empfindlich. Suchte ich einen treffenden Namen. Ich sagte Gefühl, Geduld, sagte Glück. Doch es glitt tonlos vorbei». Вот так вот «О счастье», как его видел Grass. И это такая нежная и трогательная сторона его натуры, которая, мне кажется, так и ощущается, как что-то особенно ценное, потому что это редкие искорки в его творчестве. В остальном его творчество действительно это окольные пути, бой барабанов, соло на жестяном барабане. Но это соло тоже оттененное такими нежными штрихами, мне кажется, может заискриться совершенно разными красками. И совсем уже в завершении стихотворение, которое может стать второй визитной карточкой Гюнтера Грасса. Мы его так спрессуем. Вначале была одна визитная карточка, удостоверенное существование, а в завершении нашего рода, нашего разговора другая. Не только же Андрею Вознесенскому страдать от того, что его пригвоздили между двумя металлическими пластинами, но Грасс на нас точно не обидится. Это стихотворение действительно похоже на его еще одну визитную карточку. Оно называется «Что изнуряет и что бодрит» в переводе Вячеслава Куприянова. мутит от ежедневной прессы, где вчерашняя новость уже протухла, изнуряет отвращение, ощущать которое уже стало привычкой. Еще меня гнетет усталость, когда ставят вопросы, которые никак не удовлетворить ответами и угнетают игры с цифрами и всегда в итоге побеждает ноль. И напротив мне издавна бодрости придает желание еще и еще раз в надежном кресле карусели, катаясь по кругу, почувствовать нечто подобное ощутимой свободе, которая пусть коротка, но все же всегда повторима. Вот это свобода в достатке в творчестве Гюнтера Грасса. Да, может быть, это свобода литературная, в надежном кресле карусели, пристегнутых, кружась по кругу, повторяет темы, о которых писали и Данте, и Петрарко, и романтики, и Миттерлинг, и авторы второй половины XX века. Но все равно вот это верчение позволяет ощутить очень важное чувство, чувство вот этой свободы, которая, пусть коротка, как сказано в тексте, но все же всегда повторима. И это очень важно. Спасибо вам за внимание. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok